Девушки отдыхают Где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории И сегодня мы попытаемся расширить представление о викингах И, да, снабдить какими-то красками этот небогатый разнообразными оттенками стереотип Потому что помимо вышеописанного джентльменского набора кровожадного дикаря Настоящий викинг, конечно, должен был уметь много чего еще Думать наперед, планировать риски, торговаться, в конце концов, писать поэзию О чем, впрочем, мы подробно рассказывали в другом ролике Ну и в целом, да, знаете, быть человеком даже в какой-то степени весьма прогрессивным по средневековым меркам В общем, поехали Спонсор ролика компания Юбисофт Ребят с севера до полноправных участников большой европейской политической жизни, если можно так выразиться Серьезно, это был долгий пусть, начавшийся с разграбленного в 793 году монастыря на острове Линдисфарн И закончившийся в эпичнейшей битве ни много ни мало за английский престол при Стэнфорд-бридж Кстати, об убитом в ней последнем норвежце, претендовавшем на королевство Туманного Альбиона, Харальде Суровом Мы тоже уже делали отдельный ролик, ссылочки в подсказках Прежде чем говорить об удивительных, радикальных, я бы даже сказал, алхимических трансформациях Которые произошли с викингами за эти 200 лет Я предлагаю сначала задаться одним очень важным вопросом Зачем вообще кому-то нужно было строить корабли? Рисковать утонуть во время шторма? Или сбиться с пути и уплыть в такие темные дари, что даже налоговая вас не найдет? Пытаться что-то делать на очевидной чужой земле, где тебе очевидно не сильно рады местные и так далее Зачем? Почему? Почему вы это с собой делали, друзья? Обращаюсь я к викингам Ну и как часто бывает в случае подобных вопросов, похоже, что они это делали просто потому, что могли Ведь эпоха викингов началась, когда суровые скандинавы поплыли во все стороны До этого же неоднократно в истории они не плыли, а шли пешком прочь из холодной Скандинавии Во время очередного климатического эпизода, когда он становился еще холоднее О чем нам недвусмысленно может поведать карта, например, расселения народов эпохи развала Римской империи Кроме того, хоть мы привыкли объяснять поведение людей всякими глобальными трендами Экономическими, геополитическими и климатическими факторами И прочими такими очень большими и серьезными штуковинами На самом деле не стоит забывать, что не нужно отказывать людям Ну, например, в жажде приключений и в стремлении найти каких-нибудь проблем на собственную пятую точку Просто потому, что, ну, знаете, это люди и им бывает интересно жить, например Естественно, эта позиция звучит несколько наивно Но в том случае, когда мы говорим именно о викингах Она имеет под собой довольно прочные основания Потому что очень существенной составляющей жизни практически любого взрослого обитателя Современных Норвегии, Дании, Швеции, мужского пола в средние века Была такая вещь, как честь Честь была конкретным ресурсом Чем-то вроде социального капитала Потому что благодаря ей определялся твой статус и вес в обществе И о ней я еще немножко подробнее скажу позже Но прямо сейчас замечу, что основным способом фарма этой самой чести Было, ну, плавание к далеким берегам Доблестные сражения Открытие новых земель И всякие вот такие штуки И зачастую честь ценилась не меньше, а то и больше, чем материальное богатство Так что, в общем-то, все с радостью плывли ее добывать Такая вот эффективная в плане общественной пользы концепция оказалась Кроме того, к 9 веку чисто технологически Викинги оказались самыми продвинутыми кораблестроителями в большей части Европы У них был парус, в отличие от примитивных судов всяких там кельтов У них были корабелы Способные собирать корабли буквально чуть ли не в любом месте Из дерева, добытого в ближайшем лесу Без всяких там специальных сооружений Кстати, звучит так, будто идеология фирмы Икея зародилась примерно тогда же Я, кстати, бы на месте шведов выпустил какую-нибудь инструкцию по сбору дракаровых стилей Мне кажется, была бы классная рекламная кампания Пользуйтесь Ну и, конечно, у них был бесценный опыт мореплавания туда-сюда в Северном море и Балтике Ничем из этого не могли похвастаться ни англичане, ни франки со своими большими и серьезными королевствами Про суровый климат Скандинавии, где вообще-то холодно, а поэтому почему бы не поплыть куда-нибудь, где тепло Я и говорить не буду, тут все очевидно Хотя подчеркну, что вовсе не какие-то там отвратительные условия жизни гнали викингов из дома В конце концов, викинги заселят далекий холодный остров, которому они дадут самое ироничное название в истории географии Гренландию Эту историю трудно назвать побегом в теплые края Хотя в тот период там и было сильно теплее, чем сейчас Наконец, еще некоторое время была популярна теория о перенаселенности Скандинавии Но сейчас она в общем и целом признается неверной и устаревшей Другое дело, что в то время, как в остальной Европе земля традиционно делилась равным образом между сыновьями В Скандинавии, как правило, младшим сыновьям не перепадало ничего, что мотивировало к дальним странствиям Кстати, мало того, что именно это нормандское наследование по старшинству станет важным столпом для всего более позднего европейского феодализма Так еще вся эта ситуация роднит так называемых диких северян-бородачей с другими известными бородачами-мореплавателями Греки, считающиеся отцами современной западной цивилизации, заселяли известный мир Айкумену вследствие очень схожих процессов Разговор о викингах и греках напомнил мне об еще одной вещи И да, вы правильно понимаете, спонсор сегодняшнего ролика Компания Ubisoft, только что выпустившая новую часть всем известной и многими любимой серии Assassin's Creed Valhalla Кстати, 10 ноября в продажу поступила новая консоль Xbox Series X, на которой мы и рекомендуем опробовать новую игру Valhalla посвящена периоду вторжения викингов в Англию и позволяет лезть в шкуру лидера целого клана северян со всеми вытекающими От массовых зарубов до поэтических соревнований Игра развивает идеи предыдущей части, Одиссеи, так что если она вам зашла, то и Valhalla зайдет еще больше Потому что она является, в общем-то, логичной ступенью эволюции серии И да, я знаю, что масштабные изменения, которые произошли в серии Assassin's Creed в последние годы, не всем по душе Но на мой личный взгляд, у игры все еще есть то, что Ubisoft умеют делать в этих играх лучше всего Это великолепный, если не лучший, обращик виртуального туризма Который нам доступен и который особенно ценен в этом году Ну и конечно, это очень качественный массовый продукт Проще говоря, это блокбастер И если вы будете относиться к нему именно так, то наверняка получите в награду много приятных и увлекательных часов геймплея У Ubisoft все еще работают потрясающие художники и дизайнеры Это потрясающий красивый опенворлд И главное, это, ну, на мой взгляд, это весело Игра не пытается создать иллюзию излишней хардкорности или глубины Но зато предлагает приключения в круто воссозданных декорациях темных веков И это предложение выглядит вполне убедительно, по крайней мере, для меня Короче, вот вам список категорий Если вы можете причислить себя хотя бы к одной из них, то добро пожаловать в Вальгаллу Если вы умерли в бою, например Ладно, серьезно Если вы фанат старых игр серии, но пропустили Origins Odyssey Можете попробовать на вкус новое осмысление этих игр Если вам понравились последние проекты Ubisoft, то это однозначный мастбай Если вы любите большие красивые игры, не слишком требовательные к игроку Ну и, конечно, если вам нравится эстетика викингов Пожалуй, Вальгалла это самый масштабный проект в игровой индустрии сейчас на эту тему Переходите по ссылкам в описании Ну а мы тем временем вернемся к викингам и истории Кстати, об образе викингов Дело в том, что когда начинаешь рассуждать о вольнолюбивых северянах Как правило, упускаешь один важный вопрос С кем вообще были эти люди, а почему-то до сих пор многие отвечают на него неправильно Ну, знаете, считая, что так называли только грабителей побережья Или наоборот, что так называли всех выходцев из Скандинавии И все это, конечно, неправильно Есть разные версии происхождения самого слова викинг Староанглийское вик-поселение Староанглийское вик-поселение Староанглийское вик-обозначавшее фьорд И еще с десяток схожих вариантов, которые объединяет простая мысль Что викинг это человек так или иначе связанный с морем Так что викинг это такая профессия типа моряка С основным отличием в том, что моряк он всегда моряк А викинг он викинг ровно в тот момент, когда куда-то плывет, кого-то грабит или с кем-то торгует Да, последнее было особенно важным Потому что до того, как начать активно терроризировать Жителей всевозможных побережья И северяне активно с ними торговали Да и после этого торговля оставалась важнейшей частью деятельности северян В конце концов, честь честью Клады, которые приносили удачу и опять же ту же самую честь кладами А куш все-таки чего-то хочется И какой-то материальный профит тоже иметь хочется Так что викинги в любом случае были вынуждены торговать А не только там кого-то грабить Насколько они были в этом успешны, я чуть попозже еще скажу Ну а пока вот вам забавное замечание про слово викинг Дело в том, что оно стало популярным только благодаря уже английским ученым в викторианской эпохе А в сами средние века этих самых викингов-норманов Всякие франки и англосаксы называли не иначе как Язычники или эти ребята с севера Ну или О господи, боже мой, бежим, они приближаются Это тоже было распространено названием С начала эпохи, названной в их честь, викинги прошли путь от небольших банграбителей До создателей полноценных городов и королевств Создатели норвежского, датского и шведского королевств Были когда-то викингами, о чем они не забывали Даже когда Скандинавию крестили и они стали христианами Так что британские ученые в каком-то смысле в какой-то веке оказались не просто правы Но еще и более точны Какие язычники? Викинг, как видите, и христианином мог оказаться случайно Кстати, вот есть еще смешная теория По поводу викингов и их появления у чужих берегов Отдающая, прямо скажем, фиктимблеймингом Говорящая нам о том, что европейцы сами спровоцировали злых, нехороших викингов Быть злыми и нехорошими Когда границы франкских королевств вплотную подошли к Дании Что привело к возведению датчанами знаменитого Даны Вирки Оборонительной линии А в Скандинавию поперли христианские проповедники Это поспособствовало тому, что скандинавы заинтересовались Что же у них там за интересные соседи такие И поплыли их грабить Ну, в общем, в какой-то степени это справедливо Так или иначе, давайте разберемся Вообще, из каких периодов состояла эпоха викингов Чтобы, ну, немножко проследить, как происходила их эволюция Состояла она из четырех этапов В конце восьмого и начале девятого века Только отдельные пираты и торговцы Плавали туда-сюда по Балтике и Северному морю Крохотными отрядами, которые благодаря тактике Напал и убежал, были на вид небольшой Но очень болезненной для всех обитателей побережья проблемой К концу девятого века отдельные банды рейдеров Уже собирались в значительные флоты и армии Которые возводили временные укрепления и базы Которые можно было использовать в качестве плацдарма для атаки целых городов Хотя до этого их основными целями были, конечно, монастыри Места, где всегда точно хранилось множество богатств и всяких ништяков Но которые при этом плохо охраняются Но теперь масштабы стали другими И самой известной из компаний стала Великая Армия Под командованием сыновей легендарного Рагнара Латброка Покорившая Нортумбрию, Восточную Англию, Мерсию И нашедшую достойного соперника только в лице Альфреда Великого Короля Оэссекса Который первый из британских правителей стал называть себя королем Англии В конце концов, к концу уже 10 века Викингам еще начнут активно платить дань гельд По сути, откуп за то, чтобы те никого не трогали Но, собственно, переломным моментом оказывается Скорее, где-то начало 10 века Потому что, во-первых, в это время у викингов Появляются под контролем обширные земли Ну, а во-вторых, происходит достаточно закономерный процесс Грабителей побережий становится больше А индивидуальная выгода каждого из этих правителей становится меньше Ну, вы понимаете, да, почему это происходит? В общем, викинги приходят к вполне закономерному пониманию того Что защищать от грабежей становится чуть ли не выгоднее, чем грабить Огромное число викингов нанимается и к франкам, и к англичанам Чтобы защищать местных от бывших коллег И это поведение оказывается наиболее прагматичным Тем более, что к этому моменту уже, да, и практика Выплат викингам становится нормальной постепенно Да и, честно говоря, норманы уже просто расселяются на территориях На которые они приплыли Так возникает множество поселений на Британских островах И севере империи франков Во Фризии и много где еще Дублин в Ирландии Огромная область восточной Англии под названием Данилак Которая просто представляет собой фактически Данию в Англии Фарерские острова, части Шотландии и так далее Все это становится королевствами викингов Причем не все из этого было завоевано Ньюфаундленд, Исландию, Гренландию Викинги колонизируют без всякого там насилия В конце концов, изначальной целью ведь была именно добыча чести И обнаружение каких-то новых берегов, которые можно заселять А вовсе не стремление развесить каждого встречного христианина на деревьях Ну и в течение X века происходит окончательная трансформация всех этих мест в полноценные королевства В первую очередь королевства скандинавские Ну и те, кто настолько крутую корону на себя напялить не умудрился Становятся важной частью жизни других европейцев Самый знаменитый тут пример, конечно, герцогство Нормандское Дарованное франками викингу Ролло На примере этих отрезков времени И того, как в течение них менялся викинг Менялась его деятельность Становится понятно, что весь этот грабеж побережий Не был изначально даже какой-то самоцелью Это был наиболее эффективный в тот момент инструмент для решения своих экономических, политических задач И, что важно, для реализации каких-то личных амбиций Но как только появилась возможность сделать это, скажем так, более цивилизованным путем Викинги этой возможностью воспользовались Ну и опять же, знаете, грабить кого-то 200 лет Эмоциональное выгорание Тяжело, тяжело, понимаю Впрочем, на тему цивилизованности надо сказать одну очень важную вещь Еще до того момента, как норманы ассимилировались и, собственно, превратились в норманов Да, еще до того, как Скандинавия приняла христианскую веру Естественно, еще до всех этих прекрасных событий Викинги уже не были какими-то там дикарями И, например, англосаксы были очень удивлены концепцией верховенства закона Которая существовала у скандинавов, а англосаксов отсутствовала Тот самый пресловутый rule of law В целом, в Скандинавии законы были региональными Однако, существовали некоторые неизменные вещи Ключевые решения в поселении принимались на Тинге Совете всех свободных взрослых мужчин Опять же, этакая демократия в древнегреческом духе Тинг же выступал и в качестве суда Нет, поймите, суд, конечно, был специфическим Но он был И, представляете, вот вы английский крестьянин У которого основное представление о справедливости Складывается из ситуации, когда, ну, там, приехал, короче, барин, да И высек, кого надо Или сказал, что вот этому отрубаем голову А тут что-то случилось Собираются, там, взрослые мужики И такие, ну, давайте обсудим там Ну, давайте разберемся Как-нибудь там по справедливости поступим Это просто был абсолютный взрыв мозга Тем более, по поводу отрубленных голов У викингов не было смертной казни Это тоже было потрясающей инновацией Ну, у них самым страшным наказанием было изгнание Ну, что же до специфики этого самого торжества закона Ну, она была Помните институт чести? Так вот, вот эта самая честь Очень сильно влияла на конечное решение Тинга Потому что если у тебя ее было в избытке А у чувака, которого ты зарубил секиры Ее как-то прям, скажем, сильно не хватало Да и вообще непонятно, что это за тип То, скорее всего, тебя бы, конечно, оправдали Честь вообще была очень важной штукой И на самом деле даже создавал иерархию в обществе викингов Которое номинально вроде как было Обществом свободных взрослых мужчин Но, конечно, там формировалась какая-то аристократия И происходило это именно за счет вот этого механизма репутации Другим интересным моментом в плане судов У северян было убеждение последних Что ты должен не просто, да, выиграть дело на суде Но ты еще должен уметь пойти и сам забрать свою компенсацию Ну, типа, вот Просто, грубо говоря, Тинг одобрял Да, он говорил, тебя обидели, тебе должны, там, штраф Иди и забери его И было бы, конечно, здорово, если бы ты мог сделать это сам Ну и, конечно, всякие связи и все та же пресловутая честь Тебе сильно в этом могли помочь или не помочь Другое дело, что, скажем, отказ выплачивать там ту же компенсацию На которую тебя обязал Тинг Вот это считалось зашкваром Ну, все-таки, ну, ну, камон, братан Ну, как-то это не по-пацански Кстати, считалось, что личной репутации нужно соответствовать и внешне Ну и вообще, что уважающий себя человек должен выглядеть хорошо Так что викинги уделяли в лучших традициях современных хипстеров-бородачей Море, внимание, волосам, бороде, украшению одежды, оружия, кораблей и так далее Настоящий викинг должен был быть одет с иголочки Его дракар должен был сверкать Резной дракон на его носу должен был быть самым стильным драконом из всех Косы должны были быть заплетены модные Руны высеченные на мече пафосные Ну и так далее Христианские феодалы и рыцари таким не особо занимались Потому что, знаете, в христианском мире вообще, ну... Не очень вот это поощряется, да? Столько внимания бренному телу И, естественно, такое отношение к себе тоже было для многих в новинку Впрочем, думаю, что еще больше, чем следящие за своей внешностью мужчины Удивляли англосаксов и франков женщины, жившие с этими мужчинами Потому что прав и возможностей у них было практически больше, чем у кого угодно в тогдашней Европе Тут разве что ирландцы могут чем-то схожим похвастаться Но у них вообще со скандинавами было много общего Особенно роль женщин в обществе выросла именно во время эпохи викингов Потому что, знаете, мужья часто ходят в плавание Также и часто из плавания не возвращаются А кто-то должен вести дела, следить за хозяйством и все такое прочее В итоге у женщин в Скандинавии были права самостоятельного наследования и владения хозяйством, средствами и так далее По меркам 8-11 веков невероятно прогрессивно Но отвлекаясь от общества северян, важно сказать другое Их города были в итоге очень и очень богаты Торговые пути, прокинувшиеся через все северные, да и не только моря Связь с огромным количеством разных народов, навыки мореплавания, грозная репутация Сделали поселения викингов суперуспешными торговыми центрами Значительную часть их торгового оборота, конечно, составляла работорговля Но опять же это не было чем-то удивительно новым для тогдашней Европы И, скажем, итальянские купцы промышляли этим в Средиземном море не меньше И к тому же викинги торговали не только рабами Там были и железо, и янтарь, и еще всякие другие разные ништяки Так что очень быстро Йорк, Руан, Дублин стали крупными экономическими центрами в своих регионах И произошло это именно с приходом викингов Так что, несмотря на всякие там кровавые ужасы Которые, естественно, тоже были и, естественно, тоже шли, прям, скажем, по пятам за сыновьями Одина и Тора Нельзя считать, что вместе с викингами пришла только война и насилие И что они были просто такими кровожадными, верящими в богов хаоса варварами Которые хотели растерзать все на своем пути В общем, вот такие вот викинги Пишите в комментарии, что вы думаете на их счет Переходите по ссылочкам в описании, ставьте лайки И подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали Еще там есть колокольчик, кнопка поделиться этим видео И, ну, будет клево, если вы чем-нибудь из этого воспользуетесь Такие дела Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!